17 декабря в бизнес-центре «Атлас» по инициативе еженедельника «Домстрой» состоялся брифинг на тему сделки с недвижимостью, как не стать жертвой мошенников. На вопросы журналистов ответили начальник пресс-службы МВД России Паризанской области Лидия Родина и гендиректор Центрального агентства недвижимости Андрей Некрасов. Модератором встречи выступил главный редактор журнала «Домстрой» Денис Абраков. Наш еженедельник уже работает на рынке СМИ 15 лет, и все эти годы мы оперативно, компетентно, объективно освещаем различные процессы, которые происходят на рынке недвижимости. Уже 10 лет проводим круглые столы, конференции, брифинги, посвященные различным аспектам функционирования рынка. Один из первых круглых столов, в частности, касался безопасных финансовых расчетов между продавцами и покупателями жилья. Безусловно, тема криминала всегда актуальна, интересна читателям и телезрителям. Острой проблемой криминального характера в Рязанской области не стоит, объявила Лизия Розина, говоря о сделках с недвижимостью в нашем регионе. Тем не менее, она дала рекомендации от лица полиции Рязанской области, как уберечь себя и свое имущество при сделках с недвижимостью. Прежде всего, необходимо следить за документами на недвижимость, хранить их в безопасном месте и не особо афишировать тем, что вы собираетесь продавать квартиру, либо какую-то другую недвижимость. Не подписывать никаких бумаг, внимательно их не прочитав, и проводить сделку только с участием профессионалов. Конечно, не нужно опасаться заранее всех риэлторов, но в то же время следует понимать, что крупные сделки с большой суммой денег притягивают преступников. Поэтому необходимо обращать внимание на неправдоподобные скидки, спешку при подготовке сделки и беглый сбор необходимой документации. Также Лизия Родина отметила, что преступники ведут охоту за пожилыми, одинокими людьми, за теми, кто страдает алкогольной зависимостью. Поэтому был дан совет чаще навещать своих пожилых родственников и объяснять им правила безопасности. А во всех подозрительных ситуациях звонить по телефону 02 или 112. Также в управлении МВД России Призанской области действует круглосуточный телефон доверия 21-63-07. Слагаемые безопасные сделки озвучил и Андрей Некрасов. Что еще здесь важно, на мой взгляд, чтобы пакет документов к сделке он был максимально дополнен, исходя из какой-то конкретной ситуации. А это обязательно и согласие супруги или супруга на сделку, это справки с ЖЭО, это справки по задолженностям. И как то, что сейчас новое, это справка, подтверждающая выплаты на капитальный ремонт здания, справки об отсутствии арестов. И перечень можно расширять. Все это в дальнейшем страхует покупателя. Также Андрей Некрасов обратил внимание на обеспечение информационной безопасности при продвижении продаваемых объектов и выбор оптимальной схемы расчетов между продавцом и покупателем, которая исключает возможность передачи денежных средств без перехода права собственности на объект и участия Агентства недвижимости в системе добровольной сертификации, созданной в Российской гильдии риэлторов и зарегистрированной Росстандартом. Генеральный директор Центрального агентства недвижимости напомнил, что с 1 октября 2015 года введен закон о банкротстве физических лиц. Сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротства или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной, если ее цена отличается от среднерыночной. Также он порекомендовал обращаться в сертифицированные компании, большая часть которых является членами Рязанской палаты недвижимости. Специалисты этих компаний – аттестованные компании – работают по определенным стандартам и соблюдают кодекс этики в отношении с клиентами. Денис Абраков подытожил, что рынок недвижимости становится все более цивилизованным. На нем в большинстве своем работают профессиональные компании. С каждым годом увеличивается число сертифицированных компаний. Есть региональная риэлторская организация от Рязанской палаты недвижимости, которая достойно несет флаг сертификации.